Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня политолог Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191. Процедура импичмента на днях была запущена. Как вы это оценили? Как в России это оценивают? И удастся ли что-то демократам, на ваш взгляд? Мы имеем в виду Дональда Трампа. Да, я уж испугался, думаю, кого запущена импичмента, процедура. Ну, конечно, Дональда Трампа, об этом поговорим. Но, во-первых, не запущена еще там процедура. Надо не путать заголовки в СМИ и то, что демократы выдают за реальность, с тем, что действительно происходит. Потому что пока только они изучают возможность как раз запуска этой процедуры. Но смысл всего того, что там происходит, на мой взгляд, он достаточно такой интересный и показательный для нас, людей такого постсоветского пространства, которые привыкли свято верить, когда-то привыкли свято верить в Америку. Американский миф, благодаря в том числе кампании вокруг Трампа, разваливается на глазах. Что произошло? Произошло вот что. Первое. Действительно глубокий кризис в демократической партии США. У демократов нет нормального кандидата на выборы. Байден слабый и серьезно скомпрометированный кандидат. То, что будут вытаскивать всякие грязные истории, связанные с ним, было абсолютно предсказуемо. Теперь мы видим, что украинская история, в которой Байден выступает откровенным коррупционером, который использовал служебное положение для того, чтобы через своего сына непутевого зарабатывать огромные деньги, эта история может стать для Байдена крайне нежелательной в ходе президентской кампании. Что делают демократы? Они специально поднимают планку максимально высоко, раздувают из мухи слона, говорят об импичменте и инкриминируют Трампу, ну, в общем, если честно, непонятно что. Потому что даже американский Минюст пока не понимает, к чему там, собственно говоря, можно придраться. То есть демократы сами попали в очень неприятную, грязную ситуацию. Зачем они толкают таких людей, как Байден, в кандидаты, не ясно. То есть, что совсем других уже нет. Сначала Хиллари Клинтон, которая неизбираемая была, пытались избрать. Теперь Байдена подтолкают. А вот как раз для того, чтобы перевести стрелки с этого совершенно очевидного провала собственного, они начинают раздувать эту историю с какими-то словами Трампа, которые можно трактовать так, трактовать всякое прочее прочее. Если говорить о перспективах, мне кажется пока, что ни о каком действительно импичменте Трампа говорить не приходится. Но демократы получили некий повод для того, чтобы баламутить в воду определенное количество времени. Кому это в итоге выйдет боком, тоже еще вопрос. Тоже еще вопрос, потому что Трамп, мне кажется, держится в принципе неплохо на внутриэкономическом, внутриполитическом, так сказать, горизонте в США. У него есть совершенно очевидные успехи. А то, что делают сейчас демократы, они вообще на пустом месте, как с той порнозвездой, раздувают какой-то непонятный канал. Что можно поставить в вину Трампу? Он не ту женщину, так сказать, ущербнул не за то место когда-то, в молодости, когда ему было 60. Или сейчас он не так слова, так сказать, расставил, переставил. А что со стороны демократов Байден с огромным количеством компромата, с откровенной грязной историей на Украине? Ну вот приходилось слышать и такую точку зрения, что эта история может помочь Трампу сохранить свой пост и пересбраться на второй срок. Вот как вы считаете? Может ли это быть использовано во благо Трампа, кстати? Это зависит от того, как сработает сам лично Трамп и люди, которые его окружают. Правда, у Трампа есть такая, так сказать, это и проблема, и не проблема. У него нет команды как таковой. Он не доверяет пиарщикам, потому что сам очень долгое время работал в шоу-бизнесе. Он самостоятельный бизнесмен. Хотя у него были там и провалы, и успехи. Он делает многое сам, но это делает, в том числе, его ходы непредсказуемыми. Где-то он, у него очень хорошая чуйка такая, интуиция. Где-то эта чуйка ему помогает прекрасно, где-то она его подводит. Ну, например, скажем, тот же самый разговор с Зеленским. Я считаю, что зря он сконструировал вот этот вот треугольник с Зеленским, потому что он, во-первых, Зеленского нагрузил тем смыслом, которого у того нет. А во-вторых, тоже свою ситуацию поставил в зависимости от этого, в общем, но не очень предсказуемого, так сказать, такого чертика из табакерки. Да, конечно, Зеленский невероятно льстит Трампу, но зачем надо было собственные дела выносить на публику в разговоре с этим человеком. Я думаю, здесь была маленькая технологическая ошибка, потому что получить от Зеленского всю информацию, которую он хотел, можно было, используя другие каналы. Поэтому, в принципе, Трамп может использовать это для себя, для своей компании, но будет зависеть от того, как он будет действовать, насколько он технологично это отыграет. Потому что, в принципе, ситуация простая. Байден, которого демократы просят в кандидаты в президенты, использовал служебное положение для получения незаконных доходов. И это очень легко перевернуть в плоскость избирательной кампании. Если этот человек делал так, будучи вице-президентом, где гарантия, что он не будет делать так же, став президентом? Это очень опасно для демократов в истории, поэтому, собственно говоря, они так вот истерят там и крайне негодуют. Сможет ли Трамп использовать это в свою пользу? Я думаю, что потенциал есть. Сможет или нет, мы посмотрим. Было ли оказано давление на лидера Украины со стороны Трампа, на ваш взгляд, прочитав эту расшифровку разговора? Ну, понимаете, мы же с вами такие люди из какого-то другого мира, вот давайте скажем честно, мы там все время говорим про себя, да мы там тоже европеецы, да мы там тоже как все. На самом деле мы другие. И в этом и наши, так сказать, плюсы и наши минусы, но плюсов, на мой личный взгляд, больше. Так это о чем? О том, что вот с нашей точки зрения, с точки зрения нас, вот, да, людей, так сказать, да, вот, ну, нашего, нашего пространства, скажем, нашей там культуры, в принципе, ничего такого особенного там сказано не было. Но как это вывернет американский эстеблишмент, который может буквально там с ног на голову все поставить, на самом деле Америка страна адвокатов, да, что называется, из черного сделать белое, это и есть профессион де фуа, что называется. Это, это вот, это вот покажет, это покажет практика, что они с этим сделают. Потому что пока они говорят, вот, Трамп сказал, что он не выделит, он задержит помощь, если Украина не будет там, значит, соответствовать интересам Америки. А что здесь преступного, извиняюсь? Трамп на самом деле говорил что-то подобное несколько раз. Он говорил, что мы должны выделять помощь только тем, кто проявляет лояльность к Америке. И на самом деле все американские президенты действуют именно так. Они дают деньги тем, кто следует американским интересам, и не дают деньги тем, кто американским интересам не следует. Или, как в случае с Россией, даже вводят санкции. Россия, ты не хочешь делать, как хочет Америка, но мы против тебя санкции. Здесь вообще ничего нового нет. Ничего такого особенного он ему не сказал. И поэтому единственная зацепка, это вот этот вопрос по поводу Байдена. Когда он пытался, так сказать, Зеленскому сказать, что вот надо разобраться в этой ситуации, но можно ли это считать прямым давлением на избирательную кампанию? Ну, я не такой знаток американских законов. Вот Минюст пока американский в этом преступлении не видит. Но все зависит ведь от общественного мнения. Понимаете, Америка тоже это страна незаконов, это страна пиара победившего. Поэтому как вот общественное мнение, в какую сторону можно будет вывернуть? В ту сторону как бы все это дело и пойдет. Мне пока кажется, что на самом деле Трампа тут не удастся как-то серьезно зацепить, в чем-то прямо фатально обвинить. И здесь у демократов совершенно очевидный кризис. Совершенно очевидный кризис. Посмотрите, они в конце концов примерно этим же занимались в ходе избирательной кампании. И проиграли. И они опять на те же грабли наступают. В Вашингтон-Пост сегодня была статья, которая, значит, вот это все опять на Путина зацикливает. Там одна журналистка очень странная пишет, вот, мол, смотрите, Трамп приостановил помощь, помощь бедной Украине. И тем самым он, внимание, помог Владимиру Путину. Ну, слушайте, такие, ну, такая смешно. Дальше надо было написать, поэтому, поэтому теперь уже всем ясно, что Трамп является агентом Путина. То есть демократы прямо вот они тупо вот раскручивают ту же самую тему, несмотря на то, что эта тема не помогла им, значит, провести Хиллари Клинтон в президенты. И вообще очень странно, что у них не нашлось никакого другого кандидата, кроме Байдена. То есть Байден человек, ну, на мой взгляд, Байден слабый кандидат, человек с большим компроматом. Вот и все. Как эта история может отразиться на имидже президента Украины Владимира Зеленского? Потому что, когда мы читали расшифровку, там видно, что он действительно льстит президенту. История с самолетами, мы можем полететь на моем, но ваше-то лучше и больше. На ваш взгляд, это такая осознанная игра со стороны Зеленского, которая льстит, ну, может быть, намеренно? Или это просто действительно? Как вы это оцениваете? Ну, знаете, как в ДНС-Тольфе, я так вижу мир, давайте спорить. Он так видит мир, это его уровень. Вот в чем дело. Да, он ловкий молодой человек. Да, он неплохо раскрутился на ниве комедийного бизнеса. Да, он действительно смог победить на Украине. Но именно потому, что Украина такая. То есть, да, я понимаю, что это обидно звучит, но я считаю, что украинская государственность, она в значительной степени такая, так сказать, недоделанная. Ну, недоделанная, но это факт. Какая государственность, такой президент. Вот украинские лидеры, они все мечтают поучаствовать в мировой политике. Им все вот это, вот у них есть такая фантомная память насчет того, как они действовали в составе большой страны. Вот тогда считались с Советским Союзом, а сейчас даже с Россией считается. Мы тоже, говорят, украинские политики хотим, чтобы с нами так считались. Но жизнь жестока. С вами, украинские политики, никто и никогда так считаться не будет. Поэтому украинских политиков, на мой взгляд, просто не хватает той мудрости, которая позволила бы им играть в мировую политику на таком уровне. Они попали в историю, но попали в нее комично, как и должно было Зеленскому. В данном случае, действительно, знаете, Зеленский привык смеяться над другими, а теперь мы посмеемся над Зеленским, потому что действительно это смешно. То, как он вел разговор с Трампом, это просто смешно и, я бы сказал, унизительно. Человек говорит, что вот мы суверенная страна, на меня никто не может оказать давление, а на тебя, хочется сказать, господин Зеленский, и не надо оказывать давление, ты сам все предложишь. Он пытался опережать Трампа в его желаниях, он пытался, так сказать, предугадывать его мысли, скорее уже впереди него раскатывать коврик, да-да, конечно. Все это выглядело крайне унизительно и очень местечково, особенно когда он предложил прилететь из Варшавы в Киев на его самолете. Надо было сказать, вы знаете, на моем самолете, так сказать, мы сделаем вам скидку на билеты, а вам лично вообще бесплатно. Это такая местечковость. Вот в том мире, в котором Зеленский живет, это вроде как считается высшим классом политики. А на самом деле он попал в достаточно сложную ситуацию, но, знаете, говорят, бойтесь свои желания, они сбываются. Ну смотрите, он попал сразу в несколько неприятных коллизий. Во-первых, расшифровали сценограммы его разговоров, в которые он ведет себя, ну, вот крайне говоря, просто унизительно по отношению, если он считается, значит, лидером независимой страны. Во-вторых, он попал во внутриполитическую коллизию в США. Теперь он должен выбирать между Трампом и демократами. Демократы будут говорить, я уверен, и будут пытаться влиять на него через разные каналы, убеждая его в том, что Трамп проиграет. Поэтому, если он сделает ставку на Трампа, он будет иметь проблемы со следующим президентом. А если он сделает ставку на демократов, а вдруг Трамп выиграет, и тогда у него все проваливается. То есть, смотрите, если он сделает ставку на демократов сейчас, то у него испорчены отношения с президентом США как минимум в ближайшие два года, и Трамп может вообще больше, так сказать, помощи не давать запросто Украине. А если он стоит на сторону Трампа, то огромный демократический истеблишмент, я уверен, будет использовать все свои информационные возможности для того, чтобы компрометировать и дискредитировать Зеленского и все то, что происходит в его команде. По крайней мере, они будут его поджимать, это точно. Это первая коллизия, достаточно неприятная. Вторая коллизия, это то, что Зеленский позволил себе негативно высказаться в отношении Меркеля и Макрона в беседе с Трампом. Он просто подыграл Трампу и выставил Макрона и Меркель в дурацком свете, и Европу в целом. Именно ту Европу, о стремлении в которую украинские лидеры говорят уже столько лет. Они говорят, мы хотим быть в Европе, возьмите нас в Европу. И на самом деле Германия, Франция, Европа действительно что-то там такое дают, Украине больше дают, чем Америка на самом деле. Но при первой возможности Зеленский просто предал их, давайте скажем так, по мелкому, но он предал их. И поступил достаточно подло только для того, чтобы подыграть большому хозяину в лице Трампа. Особенно, и конечно понятно, что каких-то последствий, тут санкции не последуют. Но то, что Меркель и Макрон это увидели, то, что европейские политики многих это неприятно удивило, это однозначно. Но по делам европейским политикам, они думали, что вот если подло поступать по отношению к России, это можно. Понимаете, человек, если подло поступает, он будет поступать подло по отношению ко всем, в зависимости от того, как будет меняться ситуация. Если вдруг Трамп начнет проваливаться, я же уверяю, Зеленский и Трампа продаст, потому что считает, что это и есть политика, что вот так надо действовать. И в этом смысле еще особенно смешно, что Зеленский посетовал, что вот он не ожидал, что будут расшифрованы и в том числе и его слова. Он думал, что будут расшифрованы только слова Трампа. Ну, честное слово, так сказать, дурачок. Неужели он думал, что Трамп будет заботиться о его имидже, о имидже господина Зеленского, и будет его прикрывать, вот скажем там, не раскрывая те или иные расшифровки, пусть знает свое место. Вот то, что мы сейчас увидели, это ну вот он обозначил свое место в мировой политике. Он хотел в нее попасть, в бабусь в историю, так сказать, он в нее попал. Но теперь, как бы, еще раз повторяю, то он привык над всеми смеяться, теперь мы над ним посмеемся. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, напомню, телефону прямого эфира вы также можете нам звонить и задавать вопрос нашему гостю, политолог Сергей Михеев с нами на прямой связи. А если говорить в целом, насколько сегодня влияние США велико на территорию Украины? Ну, как видимо, оно достаточно велико, причем оно велико в том числе потому, что сами украинские политики воспринимают США как патрона. Понимаете, как есть такая поговорка, там, в разных видах единоборств, там, и в боксе. Противник силен настолько, насколько вы позволяете ему быть сильным. В данном случае речь идет не о противнике, а о партнере, но тем не менее. До тех пор, пока украинские политики сами будут воспринимать Штаты как главного патрона, которому надо нравиться, которому надо льстить, под которым надо подыгрывать и прочее, и прочее, американцы будут играть там ведущую роль. И вот этот разговор, где Зеленский просто походя, так сказать, плюнул в сторону Меркель и Макрона, а Трампу всячески льстил, он еще раз подтверждает эту вещь. Украинский президент принимает патронат американского президента. Поэтому влияние американцев на Украине просто в силу самих украинских, так сказать, вот этих вот реалий, оно было, есть и будет достаточно велико. При этом, здесь, знаете, тоже есть такая животная штука, Трамп действительно харизматичный мужик, это правда. Он немножко деревянный, но тем не менее, у него есть некая сила и вот эта интуиция, которая в том числе позволила ему победить, и на самом деле эту силу чувствуют и украинские политические животные, что называется, пусть даже в невобидном смысле слова, они это чувствуют. И на фоне, в общем-то, таких амебообразных европейцев, конечно, они будут ориентироваться на более сильного такого, на более мужественного, если хотите, лидера, однозначно. У нас звонок, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей меня зовут. Да, Сергей, слушаюсь. Как вашего гостя. Мне хотелось очень бы узнать у вашего гостя, вот украинские политологи, гости студии, в которых, ну, Сергей тоже часто бывает, Ковтун и Ижи с ним. Вот это их позиция или все-таки навязанное такое поведение, ну, руководством канала? Потому что, ну, настолько смешно выглядеть, ну, мне кажется, умные люди не могут. Как бы вы ответили? Да, спасибо. Вячеслав Ковтун, который недавно покинул студию программы «Кто против», где вы... Ну, вы вот очень простой, так сказать, значит, он не очень умный человек, вы этого не допускаете. И вообще, вот я этот вопрос слушаю постоянно, и он мне настолько надоел, что хочет сказать, а какая разница? Какая разница? Так это или эдак? Ну, изнутри этих всех вещей я могу вам сказать, нет, они все действительно так считают. Почему они так считают? И понимают ли они, что они выглядят глупо? Это другой вопрос. Я вообще не преувеличил бы их степень, так сказать, ума. Мы только что с вами обсуждали президента Зеленского, который попал в дурацкую ситуацию. Что вы хотите от какого-то Ковтуна? Зеленский президентом стал на Украине, его выбрало огромное количество людей, миллионы людей. И вот первая крупная внешнеполитическая коллизия, и он выглядит достаточно смешно. А вы от Ковтуна, который вообще как бы, ну, непонятно кто, непонятно откуда вылез, как бы, да, ждете какого-то мудрого поведения, я вас умоляю. В конце концов, надо понимать, что, так сказать, ну, это, не надо их нагружать тем смыслом, который они сами себе пытаются предавать. Это первое. Второе, ну, конечно, это в значительной степени шоу, но шоу нережиссируемое. Это я совершенно ответственно заявляю, в том числе, так сказать, ну, зная, как это все устроено изнутри. Оно нережиссируемое. Там вся режиссура состоит в подборе персонажей, больше ни в чем. Поэтому, так сказать, они говорят то, что считают нужным. Они понимают, что над ними иногда издеваются, но им это нравится, потому что, в том числе, там, речь идет о простейшем числове. Вы когда-нибудь слышали про Ковтуна до того, как он появился в наших политических шоу? Никогда. И я никогда не слышал. Хотя Украиной, как политолог, ну, занимаюсь с конца 90-х годов. Еще в конце 90-х годов, так сказать, я находился на Украине, там, в командировках, участвовал в разных собрательных компаниях. Я про такого человека никогда в жизни не слышал. Это российское телевидение сделало из него, так сказать, вот, эксперта. А почему сделал эксперта? Да именно потому, что он упирается в свою глупость и сделал из этой глупости профессион де фуа, что называется, свою профессию. Вот и все. Но никакого такого, знаете, вот там, типа, Ковтун, иди сюда. Значит, сегодня ты скажешь это и это. Нет, этого нет. В этом и искусство, понимаете, найти людей, которые сами будут говорить то, что вам нужно. Вот и все. Но есть еще одна проблема. Есть еще одна проблема. Наша попытка найти более вменяемых людей на Украине, она, вот, очень часто заводит в тупик. Вот другие оттуда просто-напросто не едут. Или боятся, или не хотят. Вот, или, так сказать, еще что-то. Не знаю. Ну, просто не едут. Или их там нету. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. А я к Москве хочу вернуться. Вот сейчас участников массового задержания этих московских выступлений потихонечку выпускают тем или иным способом. И вот у меня вопрос. Кто-нибудь будет наказывать за то, что их задерживали, причем иногда с физическими травмами и все? И как вы думаете, это было просто недомыслие или это все-таки какая-то провокация? Спасибо. Да, спасибо. Я не вижу в этом никакого ни недомыслия, ни провокации. Вот я лично, так сказать, имел опыт, ну, наблюдения, как минимум, да, за целым рядом цветных революций Украины, Киргизии, Грузии. И вот именно там, где власть позволяла, так сказать, вытирать обсе ноги, там эти цветные революции случились. В Москве этого не будет. Вот не будет. Да, власть демонстрирует свою силу. Я думаю, что она делает это правильно. Что касается законности и незаконности задержания, это пусть суд решает. Вот и все. Так сказать, а как вы хотели? Да, люди выходят на несанкционированную акцию и считают, что могут делать все, что угодно. А почему, собственно говоря, их не должны задерживать? Если в ходе каких-то конкретных задержаний, да, был нарушен закон со стороны, значит, работников полиции, пусть подают в суд и разбирают эту ситуацию через суд. На самом деле там судебных исков к работникам полиции практически нет, насколько я знаю. Вот, собственно, и все. Люди сознательно нарушали закон. По каким причинам? Это их дело. Но если вы сознательно нарушаете закон, ну, видимо, надо ждать последствий. Сейчас делаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Программа «Абонент доступен». Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня Сергей Михеев, политолог. Сергей Александрович, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Ну, вот вернемся к США. Не пустили на Генассамблею ООН 10 членов российской делегации, и Кремль пообещал Вашингтону жесткий ответ. Каким может быть этот жесткий ответ? Мы тоже кого-нибудь не пустим. Куда-нибудь. Ну, потому что других жестких ответов в данном случае я, что ли, не вижу. Также в дипломатии обычно практикуется принцип такого, что называется, паритетного, эквивалентного ответа. Но вот они не дали визы каким-то нашим политикам, дипломатам. Но мы не дадим визы каким-то их. Но, возможно, это будет касаться сотрудников посольства или каких-нибудь культурных центров или еще что-то в этом роде. Честно говоря, я других каких-то последствий не ожидаю. В данном случае американская сторона как-то глуповато выглядит. Потому что от того, что не дали визы, причем даже без формулировок каких-то политических, а сославшись на какие-то технические проблемы, ну, ничего не изменилось. Но российская сторона получила еще один информационный повод обвинить американцев в каком-то не очень красивом поведении. И больше ничего. Что от этого что-то изменилось на генассамблее? Нет. Или что-то такое, так сказать, серьезно как-то удалось повлиять на этих политиков и депутатов, которых не пустили? Тоже нет. Ну, это же, ну, как-то немножко глуповато. Возможно, действительно, какой-то технический прокол, хотя мне вот с трудом верится, так как когда речь идет о каких-то нужных американцам людях, там никогда технических проколов не случается. А так, думать, что вот не дав кому-то там визу из российских политиков или депутатов, вы на них как-то повлияли, я думаю, все те, кто боится остаться без визы, они давно уже вышли из этой ситуации и вышли, так сказать, из политики и прочее. Остались те, кто, ну, сделал свой сознательный выбор по разным причинам, там, по тем или иным, но их вот этим, значит, отменой визы или запретом на въезд не испугаешь. Ну, понятно, что вы не климатолог, а политолог, но я все-таки не могу вас спросить в контексте Генассамблеи ООН выступление Греты Тумберг, как вы оцениваете, как вы восприняли? Очень много сейчас обсуждают это. Да какой-то бред, честно говоря, это вот какая-то, не знаю, я прошу прощения, но это какая-то политическая педофилия. Вот давайте, в общем-то, на самом деле, не очень здоровую девочку, ну, мало того, что ей очень мало лет, и она вообще немного соображает, тем более, что я смотрю, она учиться не хочет и не будет, да, зачем учиться, если есть такая возможность, так ко всему прочему, еще она и не вполне здорова. И вот давайте все мировые лидеры будут слушать то, что она там несет. Как по мне, я понимаю, что это для европейцев, так сказать, как-то не очень приятно, но как по мне, она просто несла какую-то ахинею, первое. Второе, ее использовали люди, которые, а, делают на этом деньги, б, которые делают на этом политический пиар. Но, в целом, достаточно циничная акция, так как, но использование людей, которые даже не отдают себе до конца отчета, что их используют, ну, это, мягко говоря, не очень красиво. А так, ну, что она сказала, она, дочь миллионеров, вот, будет упрекать транснациональные корпорации в том, что те там, значит, загрязняют и загрязняют окружающую среду, вот, при этом, значит, ее пиарят зеленые организации, которые тоже периодически от тех же самых корпораций получают деньги и гранты на свою собственную деятельность. Вот, они их критикуют, за это получают от них деньги, потом продолжают их же критиковать и снова получают от них деньги. То есть, это же тоже такой большой бизнес. Кроме всего прочего, ну, а что это изменило, что сейчас кто-то откажется от выбросов или кто-то не будет развивать промышленность, экономику? В конце концов, если говорить так серьезно, но, во-первых, если западный мир действительно так озабочен климатом на планете и считает, что бесконтрольное развитие промышленности крайне вредит этому климату, то есть очень простое решение. Западу надо поделиться со всем остальным миром своими богатствами и сделать так, чтобы все те страны, которые не могут позволить себе соблюдение соответствующих экологических норм, получили бы некие ресурсы на развитие иными способами, альтернативными. Запад разве что-то в этом смысле делает? Нет. Все эти гранты ученым и организациям экологов – это не о чем, это просто отмазка. Это просто отмазка. То есть, грубо говоря, если западу действительно хочется чего-то другого, ему надо было бы позаботиться о глобальном перераспределении доходов на этой планете. Но если этого делать запад не собирается, то все остальное – это просто пиар-акция для спуска пара в свисток. Вот эта Грета – это одна из таких акций, не более того. Ну, можно ли Грету сравнивать с Самантой Смит, потому что уже проводят океанологии, 83-й год, американская девочка пишет, письмо Юрию Андропову, в секретариате Андропова обращают внимание на это письмо, и Саманта Смит становится таким символом, не знаю, западного мира, девочка с красивой улыбкой, потом у нее трагическая судьба, она погибает в авиакатастрофе. Насколько справедливы такие аналогии сегодня с Гретой? Ну, это, знаете, справедливо настолько же, насколько справедлива любая аналогия с любыми другими детьми, которые имели отношение к политическим процессам. Но все-таки, что касается Саманты, это была девочка, которую никто не поддерживал. Давайте скажем так честно, Грета – это результат пиар-компании. Ее уже несколько лет раскручивал один из шведских пиарщиков, который на них заработал, как говорят, уже 2 миллиона долларов. За нее взяли партии зеленых, они просто сделали, вынесли ее на, что называется, на знамя. Она пиар-продукт. Что касается Саманта Смит, насколько я понимаю, это была совершенно частная инициатива, да, за которую, в том числе, вот решили ухватиться советские руководители, каким-то образом эту вещь использовали для разговоров о разрядке, напряженности в период холодной войны и прочее, прочее. Но, тем не менее, все-таки здесь немножко разные вещи. Тем более, что тогда речь шла о возможности взаимного уничтожения. Здесь речь идет об истории гораздо более растянутой, гораздо более неоднозначной, а также об истории, которая имеет под собой бизнес-основу. Вот в чем дело. На самом деле, под этой всей климатической компанией есть огромный бизнес. Это бизнес на научные исследования, это бизнес на экологические организации, это бизнес, так сказать, на борьбу с конкурентами, потому что экологов очень часто используют одни бизнес-акторы для борьбы со своими конкурентами. Что касается Саманты, там в чем бизнес состоял? В том, что ее свозили в Советский Союз и обратно, ну, конечно, очень доходный бизнес. Откровенно говоря, там просто не было денег. В этом смысле, я думаю, что ее, так сказать, вот ее движение, оно было как-то, ну, все-таки почище. Хотя сама эта Грета, она, наверное, думает, что действительно она почти святая и за все хорошее против всего плохого. Вопрос только в том, понимает ли она до конца вообще то, что говорит. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Сергей Александрович, я полностью с вами согласен. Особенно в той части, когда вы критикуете российское правительство. Это полный бред. Вот финансовый форум прошел. Что там Набиулина говорит, что инвестиции, оказывается, вредят развитию экономики, а что Греф говорит. И вот то, что вы говорите, что кадров нету, но это тоже полный бред. Почему-то Сталин находил кадры довольно сложных условий. Да, какой у вас вопрос, чтобы гость мог ответить? Вопрос такой. Когда, наконец, вы займетесь Прибалтикой тоже, кроме Украины? Спасибо. Да. Это точно вопрос не по зарплате, что называется. Или, как хотите, не по должности. Что значит вы, когда вы займетесь, давайте, так сказать, по порядку. Что касается нашего правительства, да, я действительно критикую, но смысл в общем. В общем, я считаю, что вот эта либерально-рыночная, так называемая, она вот, в общем-то, местами не рыночная, догма, которая исповедует наш финансово-экономический блок, она ведет Россию в тупик. То есть, грубо говоря, она не то, чтобы ведет в тупик, но она серьезно тормозит развитие. Задачи гораздо более сложные стоят для того, чтобы их вот так вот пытаться штампованно решать, применяя кальки с американского или еще чего-то опыта, даже европейского. Потому что между Россией, Европой и Америкой есть серьезная разница. Она заключается вот чем. В общем, Америка печатает мировые деньги и может напечатать их сколько угодно. Ее долг ей, она может раздувать свой долг, так сказать, до каких-то космических там астрономических, галактических размеров, и ей ничего не будет. С Европой ситуация похуже, но Европа тоже печатает мировую валюту, вторую резервную валюту. И они тоже могут применять такие механизмы, которые как бы у них действуют, а у нас не будут действовать. Мы не печатаем валюту, никогда не будем печатать. Этого не будет никогда. Значит, перед нами задачи стоят другие. Это означает, что и подходы должны быть другие. А наши люди в финансо-экономическом блоке, если честно, многие из них, мне кажется, просто, они как сектанты. Они сектанты вот этого либерализма, причем такого, знаете, либерализма уже достаточно старого, который требует серьезной модернизации, серьезной переработки и прочее, прочее. Но они не хотят никого слушать. В этом есть проблема. Это с этой проблемой, как бы, да, в России приходится сталкиваться. И, в общем, на самом деле, такая подспудная борьба здесь, мнение, она идет. Но здесь есть и такая ситуация, чисто прагматическая. В свое время были сделаны те самые либеральные рыночные реформы, они отформатировали экономику таким образом, какой она является сейчас. В этой вот матрице этим людям удается сводить дебет с кредитом. А что сделать для того, чтобы перейти к какой-то другой модели? Для этого тоже придется очень серьезно, может быть, даже ломать многие вещи, трансформировать. А любая ломкая трансформация чревата нестабильностью и кризисами. Вот боязнь этого кризиса, таких нестабильностей, она, мне кажется, очень серьезно сдерживает политическое руководство. То есть, в принципе, понимание того, что надо это, так сказать, переформатировать, и вот, на мой личный взгляд, надо искать какую-то более синтетическую, более гармонично работающую модель, не встроенную вот в этот финансовый глобальный механизм, а понимание это и есть, конкретных рецептов на самом деле не хватает. Ну что, вот, хорошо, можно нарисовать стратегию, но как дебет с кредитом свести конкретно сейчас? И тут же все эти люди, которые как бы недовольны всем, они вам это бросят в упрек и скажут, зачем вы сделали нашу жизнь хуже и так далее, и так далее. Это серьезная проблема, которая вот просто так вот, знаете, постановкой диагноза не решается. Здесь нужны более такие, более глубокие подходы. И в этом смысле, да, есть лагерь вот просто сектантов такого либерального рынка в России, в том числе и в правящем классе. Есть те, кто понимает опасности такого подхода. И здесь эта ситуация, эта борьба, она продолжается, она вовсе не закончена. И это действительно актуально. Что же касается кадров и Сталина, ну, это вот несерьезно, честное слово. Сталин находил кадры, верните нам Сталина. Понимаете, давайте дадим себе отчет. Российский народ, как, впрочем, и все другие народы постсоветские, не готовы, уже не смогут жить так, как при Сталине. Не смогут. Качество человеческого материала совершенно другое. И даже вы, и даже те, кто считается сталинистами, не сможете вы жить. Не сможете вы, так сказать, взять и перевернуть эту жизнь кверх ногами. Вы будете говорить громко о Сталине, вспоминать о нем, но жить, как при Сталине, на самом деле, вы не готовы. И, на самом деле, терпеть такие технологии, которые при Сталине применял, тоже не готовы. Потому что Сталин работал с населением на износ. Вы говорите, вот он как-то находил кадры. В каком режиме эти кадры работали? В режиме, как бы, или ты не выполняешь задания, или тебя ставят к стенке. В таком режиме никто сейчас жить уже не сможет. Никто, даже те, кто называют себя сталинистами. Ситуация, на самом деле, гораздо более сложная и тяжелая. Опять же, надо понимать, что ситуация, так сказать, 20-х, 30-х, 40-х годов, ну, смешно сравнивать с нынешней. Можно проводить параллели, но в одну воду нельзя войти дважды. Это невозможно. Невозможно вернуть никого. Вот эти разговоры, верните нам Сталина. Откуда его вернуть? Где он? Надо ли его возвращать? Как по мне, так сказать, я считаю, что не надо. Можно учитывать определенные моменты, эффективные, которые были тогда, и их каким-то образом перерабатывать, но вернуть это невозможно. Не Сталина этого нету, времена меняются. Я же не говорю о том, что сталинская модернизация, ко всему прочему, как бы имела и массу совершенно очевидных негативных последствий, и их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому это же ни о чем, поймите, вот это вот. Мы знаем вот назвать виноватых и сказать, вот, а вот Сталин мог, а вот это мог. Ну и что? Дальше что? Требуется пошаговая стратегия, а не просто там найдите кадры. С кадрами, на самом деле, серьезная проблема. Вы зря думаете, что это все так легко. Ничего не легко. Сталин мог найти. Сталин мог найти, потому что он в людях, так сказать, в людях, как в мусоре копался, скажем честно. Чуть что не так, стенки и пошел вон. Сейчас это просто практически невозможно, ни при каких условиях. Вот Путину упрекают в том, что он слишком авторитарный лидер. Путин авторитарный. Путин авторитарный. Какой Сталин? Люди работать разучились, не хотят работать. Они, так сказать, внутренне разложились. Они ничего, кроме, так сказать, сложнее, чем вот кнопки на клавиатуре нажимать, уже не умеют и не хотят. Это надо учитывать. Нельзя жить все время в прошлом. Это бессмысленно. Что касается Прибалтики, ну, у меня, что значит, займетесь Прибалтикой, как Украина? Вы про что конкретно? Вы о чем? Да? Давайте не будем лить воду на мельниче наших врагов. У нас много радиослушателей на линии. Еще звонок премьер. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Гостонин Хевец. Практически разделяю ваши взгляды в все целое. Но вот, если возможно, пожелание и вопрос. Пожелание. Вот эмоциональность и иногда академичность, она, ну, иногда мешает. Вот Кед Мирянов с вами, он по форме гораздо более привлекательный. А вопрос будет неожиданный, может быть, некорректный. Вы говорите, что вы верующий человек. Что по-вашему, как вы могли сказать, что такое вера в Бога? Всего вам хорошего, наилучшего. Ну, второй вопрос гораздо проще, чем первый, потому что вера в Бога – это вера в Бога. Вера в Бога – это когда вы верите в Бога, хотя Боги, так сказать, вопрос, в какого Бога верите. И если я, как вы, как и я, верите в Иисуса Христа, то достаточно, так сказать, постараться выполнять те заповеди, которые даны в Священном Писании. Вот такие дела. Так что вопрос этот очень простой. Это не означает, что вера в Бога равно «вы святой» или равно «я святой». Это невозможно практически. Но есть идеал, к которому надо стремиться. Вера в Бога означает вера в Бога, вера в загробную жизнь, в спасение души и вот в этот самый выбор добра и зла. Вот и все. Это, на самом деле, очень простой вопрос. Он очень простой. А его усложняют как раз тогда, когда они хотят к этой вере прийти. Знаете, кто хочет, тот ищет средства, кто не хочет, тот ищет причины. В этом смысле я сам точно такой же, так сказать, я не родился крещеным и не родился верующим. Я родился в советской стране, в которой мне с детства говорили, что Бога нет и все такое прочее. Это вопрос личного опыта, иногда, так сказать, очень тяжелого и так далее, и так далее. Но, тем не менее, сам все вопросы, что такое вера в Бога, он очень простой. Только вы скажите, в какого Бога, если вы имеете в виду Иисуса Христа, я вам, так сказать, изложил. Если вы имеете в виду какого-то другого Бога, то это не ко мне. Я, так сказать, я не про это. Это первое. А второй вопрос. Слушайте, вы говорите, Кедми выглядит привлекательней. Я не ставлю перед собой задачу выглядеть привлекательным. Я не ставлю перед собой задачу получать чьи-то лайки и голоса. И я не ставлю перед собой задачу кому-то нравиться. Если бы я ставил перед собой такую задачу, я бы постоянно вам бельстил. Все время бы говорил что-нибудь такое, что хотелось бы услышать большинству этих самых людей. И у меня на моем канале было бы не 150 тысяч подписчиков, а 2,5 миллиона или 3 миллиона. Понимаете? Я – это я. И я не собираюсь быть никем другим ради того, чтобы кому-то понравиться. Это первое. Что касается Кедми. Но слушайте, он гражданин другого государства. Он может позволить себе давать какие-то советы или какие-то мнения, за которыми не стоит никакая ответственность. Он в другой стране живет. Поэтому ему легко говорить про Россию, что вы давайте сделать и так, а вы давайте сделать и эдак, а вот другая страна на вашем месте начала бы войну и прочее. Я, как бы, с других позиций на эти вещи смотрю. Кроме всего прочего, у него другой жизненный опыт, и он просто другой человек. Все люди не могут быть одинаковыми. Но представьте себе, я был бы такой же, как Кедми. И чем бы я от него отличался? Я не Кедми. Он Кедми, а я наоборот Михеев. Он Кедми, еврей из Израиля, а я, так сказать, наоборот Михеев, русский из России. Есть разница? Я считаю, что есть. А и поэтому, что касается эмоциональности или прочее, я делаю то, что мне более органично. Понимаете? А маскироваться под профессора, я не вижу смысла. Я давно для себя в жизни решил, мне 52 года, что я не хочу строить из себя то, чем я не являюсь. Понимаете? Я являюсь тем, что вы видите. Вот и все. Поэтому хотите, слушайте. Не хотите, не слушайте. Хотите, соглашайтесь. Не хотите, не соглашайтесь. Я не призываю, мне не нужны ваши донаты, мне не нужны ваши голоса на выборах, я живу своей жизнью. Вот и все. Ну, что касается веры, наш радиослушатель затронул эту тему. Еще одна громкая история, о которой я хочу вас спросить в контексте этого. Кто-то ее иронично воспринимается, скептически, кто-то всерьез, но в любом случае она такая резонансная. Шаман прошел почти 3000 километров, чтобы из Икутска в Москву, чтобы изгнать демона Путина. В итоге так и не дошел, его задержали, завели на него уголовное дело. Как вы эту историю воспринимаете? Ну, как очередной бред. Почему? Потому что, ну, давайте так серьезно, если шаман действительно имеет связь с потусторонними силами, то для меня, как для православного христианина, очевидно, что эти потусторонние силы, с которыми он имеет связь, они с сатанинского происхождения. Это религиозная с точки зрения, да? С точки зрения практической. Если он, правда, такой всесильный, то ему не надо было 3000 километров идти в Москву. Он мог бы сделать это спокойно у себя в Якутии. Потому что, так сказать, для него расстояние не имеет значения. Он поел мухоморов, как бы, да, и уже трансцендентно переместился хоть в Москву, хоть на Юпитию, хоть куда угодно. Вот, собственно говоря, и все. А это, ну, не знаю, надо проверять. Знаете, я же сам тоже встречаюсь очень часто с людьми, но не вполне адекватными. И у меня тут все время присылают письма, иногда на улице встречают, предлагают рецепты спасти Россию, спасти планету, спасти, так сказать, Вселенную. Вот, рассказывают, как с помощью нумерологии, каббала, там, можно изменить реальность, там, историю и прочее, прочее. Но это, как бы, что так не бывает, что называется. Энергии прут, что называется, да? Вот так. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, маленькая реплика. Да, Александр. Александр. Сергей Александрович, вот вы справедливо сказали, что нет стратегии, тяжело найти стратегию. А может ли вообще быть стратегия без идеологии? Спасибо. Ну, наверное, может быть стратегия без идеологии, если речь идет о, значит, каких-то конкретных, очень понятных практических целях. Вот, например, там, вам надо построить какой-то завод, там, да, ну, тут идеология никакая, в общем, не нужна. Но, в целом, нужна ли какая-то идеологема России? Да, конечно, нужна. Да, здесь, несомненно, здесь, несомненно, есть масса упущений, и то, что мы в 90-е годы, отказавшись от одной идеологии, значит, фактически отказались вообще от идеологической составляющей, хотя, на самом деле, просто присягнули другой идеологии. Говоря о том, что идеология не нужна, ее нет, мы просто присягнули другую идеологию, да, вот, я считаю, что это, конечно, была ошибка, да, потому что я вот не апологет советского прошлого, честно говоря, я считаю, что как раз одной из причин кризиса советской системы была как раз заидеологизированность, да, и то, что советская идеология начала заниматься тем, чем не надо было заниматься. Потому что социализм – это экономическая теория, не надо было лезть туда, куда не надо было лезть, надо было заниматься именно экономической теорией, экономической системой, в первую очередь, а многие другие вещи оставить, ну, другим людям, что называется, да. То есть, ну, это требовало модернизации, кстати, вот тоже, что касается перестройки, она была совершенно неизбежна, потому что, мне кажется, какая-то перестройка была нужна, другой вопрос, что эта перестройка стала фактически уничтожением. Нужна ли России, нужна ли России, так сказать, новая идея, идеологема, нужно ли больше внимания уделять, так сказать, вопросам культуры и образования, ну, это даже не однозначно, я в этом абсолютно уверен. И как раз то, что мы все фактически отдали на откуп, значит, в выгоде, прибыли, получению прибыли, это одна из самых наших больших проблем. Это как раз те люди, о которых я вот говорил чуть-чуть раньше, отвечая на вас же, насколько я понимаю, вопрос. Это люди, которые, на самом деле, как в Бога, сектантски верят в деньги, верят в то, что деньги решают все. Вот это тоже идеология, и на самом деле именно эту идеологию они пытаются, значит, Россию подчинить, и уже подчинили в значительной степени, потому что даже люди оппозиционно настроенные говорят только про деньги. Вот тоже к вопросу о религии, да, религия говорит о душе. А вот любых оппозиционеров, возьмите, что слева, что справа, они говорят только о деньгах. Деньги, они считают, что если деньги правильно распределить, то все проблемы человечества будут решены. Но это ложь, это ложь, это не так. Но, значит, нужна ли идеологема какая-то, комплекс, нужно ли возвращаться к вещам идеологическим, да, несомненно, нужно. Что это такое? Но на это тоже нужна дискуссия. Еще раз говорю, моя личная точка зрения, я ее много раз высказывал, я считаю, что Россия достаточно богатый опыт исторического и культурного успеха, хотя было и много проблем, а Россия крайне успешный исторический проект. Вот это кто не понимает? Потому что Россия существует, так сказать, ну, около тысячи лет, а то и больше, да, ну, тысячи уж точно, давайте так, тысячи, это уж однозначно. За это время многие государственные образования вообще сдуло как пыль. А Россия, несмотря на огромное количество проблем, остается самой большой и одной из самых влиятельных стран на Земле. Это успех, и не надо говорить, что, так сказать, вот от того, что здесь не так вкусно жрут и не так сладко спят, это не успех, ничего подобного. Исторический успех вот этим не меряется. А то, что мы видим сегодня, значит, где-то в Европе, ну, это по меркам истории вообще, это, фу, это вот такой, вот такусенький совершенно промежуток, и вовсе не означает, что это так будет всегда. Но нужна ли, как бы, идеологема? Да, конечно. Так вот, досоветский, советский, постсоветский период, частично иностранный опыт, вот из этого нужно извлечь некий органично присущий русским и россиянам сплав, да, в котором, в котором, действительно, были бы и ценностные ориентиры отражены, и который бы позволял бы развиваться дальше. Ну, что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Программа «Абонент доступен» у нас на прямой связи по скайпу был российский политолог. Сергей Михеев, спасибо вам, Сергей Александрович, всего доброго и до свидания. До свидания.